Геннадий Циферов На улице пошел дождь. «У-у-у», — сказал промокший лисенок, увидев в окошке слоненка, — «ушастый какой!» «Да с такими ушами он вполне может быть зонтиком!» Слоненок обрадовался и стал большим зонтиком. И лесята, и зайчата, и ежата — все прятались под его большими ушами от дождя. Но вот дождь кончился, и слоненок снова загрустил, потому что не знал, кем же ему все-таки быть. И снова он сел у окошка и стал думать. Мимо пробегал зайчик. «О, какой прекрасный длинный нос!» — сказал он слоненку. «Вы вполне могли бы быть лейкой!» Добрый слоненок обрадовался и стал лейкой. Он полил цветы, траву, деревья. А когда поливать больше было нечего, он снова опечалился. Ушло на закат солнца, зажглись звезды, наступила ночь. Все ежата, все лесята, все зайчата улеглись спать. Только слоненок не спал. Он все думал и думал, кем же ему быть. И вдруг он увидел огонь. «Пожар!» — подумал слоненок. Он вспомнил, как совсем недавно был лейкой, побежал к реке, набрал побольше воды и сразу потушил три уголька и горящий пень. Звери проснулись, увидели слоненка, поблагодарили его за то, что он потушил огонь и сделали его лесным пожарным. Слоненок был очень горд. Теперь он ходит в золотой каске и следит за тем, чтобы в лесу не было пожара. Иногда он разрешает зайчку и лисенку пускать в каске кораблики. Продолжение следует... Продолжение следует...